Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на торговой сессии в среду 3 января. Меня зовут наконец-то Александр и сегодняшняя торговая сессия с вами Привидуи. Давайте рассмотрим ключевые события, которые сегодня состоятся в рамках экономического календаря. В первую очередь в 15.00 по времени GMT выйдет достаточно важная статистика, это в первую очередь индекс деловой активности в производственной секторе от АСМ, новость достаточно важная. Также в 15.00 по времени GMT у нас выходит число открытых вакансий на рынке труда, посмотрим за тем как это будет влиять на финансовый рынок. И в 19.00 минутки протокол заседания ФОМС, мы соответственно тоже будем следить за этим событием, потому что действительно оно всегда вызывало высокую волатильность на рынке. А учитывая, что сейчас рынок несколько ликвидный, возможно, что сегодня будет попростки день повышенной волатильности. Ну и завершается в экономическом календаре важная новость. Также по времени GMT в 21.30 это недельные запасы сырой нефти по данным американского института нефти. Мы сейчас чуть попозже с вами разберем нефть, но давайте начнем разбор с индекса доллара. С начала года индекс доллара у нас находится с вами в восходящем тренде. Текущее значение 101.8, есть ожидание, что текущий рост обусловлен лишь коррекцией перед дальнейшим движением вниз, потому что глобально на больших таймфреймах индекс доллара продолжает находиться в нисходящем тренде. И любая новость может опять-таки индекс доллара развернуть вниз, чего мы с вами ожидаем. Учитывая, что сегодня достаточно важный блок статистики, возможно, это будет сегодня. Также давайте рассмотрим, что евро-доллар с начала года находится в нисходящем тренде, текущее значение 1.0950. Также все очень похоже на то, что евро-доллар корректируется перед дальнейшим ростом. На текущий момент времени мы наблюдаем за рынком, мы находимся в поисках точек входа, в рамках восходящего тренда. Золото сейчас скотируется на отметке 2064. Если говорить по поводу золота, то очень похоже на то, что сейчас там какой-либо особой волатильности нет, золото просто закрепляется выше уровня 2050. Точек входа здесь опять-таки пока нет, но если смотреть глобально, то в рамках восходящего тренда можно рассматривать и искать позиции на покупку. Бренд. Вчера, на самом деле, был очень многообещающий день по нефтемарке Бренд. Мы ожидали, что все-таки цена попробует развернуться и действительно значение было максимально 79, но на текущий момент времени цена все-таки вернула свой нисходящий тренд. Текущее значение ниже 76, 75,7 и есть ожидание, что нисходящий тренд по черному золоту будет только продолжаться. Так что ожидаем, что нефтемарке Бренд будет и дальше идти в своем нисходящем тренде. По крайней мере, следующая цель 74. Это были все наиболее актуальные события на сегодняшний день. Вам желаю всего наилучшего и успешной торговли в месяцах Markets. До свидания.